Итак, друзья, Volkswagen возвращается в Россию. Он должен начать свои продажи в начале 2021 года и будет представлен в двух комплектациях. Эксклюзив с уже, можно сказать, надежным мотором 1.4, который выдает 150 лошадиных сил. И теперь с восьмиступенчатым автоматом, который не будет доставлять вам проблем. Также в этой комплектации будут доступны матричные фары, климат-контроль трехзонный, кожаный мультируль с обогревом, сидение с подогревом, электроприводом, памятью и массажем. Экран мультимедийной системы 8-дюймовый, акустика на 4 динамика, либо можно дозаказать Harman Kardon на 12 динамиков. Также будет доступен проекционный дисплей, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка салона разными цветами. Камера заднего вида, бесключевой доступ, система удержания автомобиля в полосе, слежение за слепыми зонами, а также за доплату вы сможете заказать цифровую приборную панель, 10-дюймовую навигационную систему, ассистент парковки, противоугонную систему, люк и многое другое. Вторая комплектация имеет все то, что я выше перечислил, и называется она Golf GTI. Да-да, GTI-версия теперь будет продаваться в России, с мощным двухлитровым мотором, выдающим 245 лошадиных сил, но уже в связке с семиступенчатым DSG. Автомобиль имеет более спортивный внешний вид и красную прострочку в салоне, спортивные сидения, черный потолок, литые диски другого дизайна. Всего цветов на выбор будет 9, дисков по два варианта на каждую комплектацию. Гарантия на автомобиль, как и на все автомобили ВАГ, 3 года или 100 тысяч пробега, что наступит раньше. Кузов у Volkswagen Golf имеет двухстороннюю гальваническую оцинковку. По ценам до сих пор точной информации нет. Сборка будет производиться в Германии, поэтому и цены будут, думаю, высокие. Зато качество будет на высоте. Напишите, что бы вы выбрали, русскую сборку или немецкую. Кому вы больше доверяете? Первые автомобили для России начали выпускаться во второй неделе 2021 года, поэтому уже сейчас у дилеров вы сможете оформить предварительный заказ на автомобиль. Как вам такая новость? Будет ли иметь успех данная модель в России? Обязательно оставляйте свое мнение по этому поводу в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. А тем, кто еще не видел полный детальный обзор на Гольф восьмого поколения, не переключайтесь. Дальше я расскажу обо всех деталях обновленной модели. Думаю, ни для кого не секрет, что Гольф это один из самых популярных автомобилей в мире. Он занимает седьмое место. Toyota Corolla, кстати, впереди по продажам. Продажи Гольфа стартовали в 1974 году и продано было 35 миллионов экземпляров. И перед нами уже восьмое поколение данной модели. Некоторые поговаривают о том, что скоро небольшие автомобили вообще перестанут выпускать, потому что все большую популярность набирают кроссоверы. Поэтому, возможно, это последнее поколение Volkswagen Golf. Дизайн Гольфа практически не изменился. В общем-то, как и все, что выпускает концерн VAG с каждым поколением, сильно не меняется, но становится современнее и красивее. В автомобиле теперь светодиодные фары. И как опцию можно будет заказать матричные. Задние фонари также имеют светодиоды, которые в темноте очень красиво выглядят. Ну и как же без обмана? Теперь китайцы делают настоящие двойные выхлопные системы, а немцы делают пародию. Красивый бампер, а выхлоп один. В общем, мир переворачивается. Моторы будут все те же для нашего рынка. 1.4 TSI на 125 лошадиных сил. Также вариацию на 150 сил. И для тех, кто не любит турбины, будет доступен 1.6 атмосферный двигатель. И в связи с тем, что роботы долго не живут, и из-за этого падает спрос на автомобили концернов ВАК, они будут поставлять только автоматические коробки передач. Теперь никаких роботов. Салон изменился полностью. Теперь все более квадратное, рубленное. И не знаю, как вам, но мне не очень нравится. Обещают, что даже в базе автомобиль будет оснащаться электронной панелью приборов. Хотя я честно сомневаюсь. Появился сенсорный блок управления освещением. Также новая мультимедийная система. Само собой, автомобиль напичкан всеми системами безопасности. В общем, машина получилась с заявкой на автомобиль из будущего. Но технологии из будущего, а пластик не очень. Как обычно, верхняя часть пластика мягкая и приятная на ощупь. Но все, что ниже, дубовая и неприятная. Экономия видна сразу. На заднем ряду ничего не изменилось, потому что база автомобиля осталась прежней. Будут доступны воздуховоды и, возможно, в качестве опции подогрев задних сидений. Багажник, как и прежде, 380 литров. Как будет ехать автомобиль, пока что точно неизвестно. Возможно, для России изменят настройки подвески. Но те, кто были на презентации и имели возможность прокатиться на автомобиле, сообщают, что гольф стал достаточно жесткий. Стоимость обещают от полутора миллионов рублей. И тут уже понимаешь, почему люди покупают кроссоверы. Ведь за эти деньги можно рассмотреть очень много моделей. В общем, напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого автомобиля и концерна ВАГ в целом.